Девушки отдыхают За свою карьеру этот уникальный боец ни разу не потерпел поражения, 10 раз завершив бой досрочно. Самое время узнать получше казахского феномена и на деле увидеть его сокрушительную мощь. Любители единоборств, будьте готовы. Скоро нас ждут захватывающие события в мире бокса и ММА. А подогреть интерес к спортивным и киберспортивным событиям вы можете у моих друзей OneX. По моему промокоду Халиф ТВ вас ждет бонус до 520 долларов. Если Канело готов, я могу сразиться с ним в феврале. Мне нужны 4 пояса, я могу легко его нокаутировать. Если вы разбираетесь в боксе, то все понимаете. Канело, твоя радость будет недолго. Я буду первым боксером, который вырубит тебя. Я покажу тебе стиль казахского бокса. Это заявление Алимханулы наделало много шуму в мире профессионального бокса. Если одни не восприняли данные слова всерьез, то другие искренне верят в то, что данный казахский боец с рекордом 15-0 является будущим среднего дивизиона и заменит на мировой арене имя казахстанской легенды бокса Геннадия Головкина. Я бы поставил Дженебек Алимханулы в поединок с любым средневесом мира. Он левша со значительной силой и будет править дивизионом еще долго. Я не сомневаюсь, что Дженебек – лучший средневес в мире на данный момент. Берем, вот туда. С пронзительной точностью и сверхбоксерским IQ. Но откуда он взялся? Давайте разбираться. Дженебек Алимханулы родился 1 апреля 1993 года в Алмантинской области Казахстана. Путешествие в мир бокса мальчика началось благодаря настойчивости его мамы. Несмотря на изначальное отсутствие у него желания, тем не менее именно эта решительность мамы заложила фундамент его будущих достижений в боксе. Переехав в Алматы, Дженебек продолжил совершенствовать свое мастерство под руководством опытного тренера, что вскоре принесло ему первые значимые успехи. Уже в возрасте 19 лет он дебютировал на чемпионате Казахстана, сразу завоевав золотую медаль. А затем продолжил свой победоносный путь, одержав двойную победу на чемпионате Азии и чемпионате мира в 2013 году. Неудача на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где Дженебек, будучи одним из фаворитов, проиграл в четвертьфинале, стала для него ключевым моментом для перехода в профессиональный бокс. Это решение оказалось верным. Уже в том же году он одержал победу над колумбийцем Милтоном Нюнесом, успешно дебютировав на профессиональной арене. С тех пор карьера Дженебека развивается стремительно. После четырех уверенных побед он вышел на первый бой за вакантные титулы чемпиона по версии WBioglobal и WBC Continental Americas в среднем весе и одержал убедительную победу над мексиканцем Кристианом Левесом. За исключительную технику и уникальный стиль бокса казахстанец получил прозвище «Казак Стайл». Вдохновляясь своим кумиром, выдающимся казахстанским боксером Сериком Конакбаевым, Женебек продолжил наводить шороху и уже к двенадцатому бою, победив британца Дони Дигнума с жестким нокаутом во втором раунде, он завладел временным поясом WBO в среднем весе. Завоевание пояса, к сожалению, не стало отправной точкой к звездным именам. Чемпионы все так же не желали с ним боя. Позже, осенью 2022-го, наш герой защитил свой титул в противостоянии с британцем Дензелом Бентли. После боя кинув вызов всем действующим чемпионам, но в ответ услышав лишь тишину. Свой крайний поединок Женебек провел против немца Винчеса Гюльтери. Третья по счету защита титула WBO нашего героя ознаменовалась тотальной доминацией и завладением нового титула по версии IBU, обладателем которого был немец. И в корне, Брян Волорио сказал Али Мханала, «Я need you to follow up with that left hand. He's there for it. Just throw it». Брян Волорио сказал он, «He's no longer moving. He's staying there». «He's shielding up, going to that high guard, and you can split that guard with an uppercut or a straight left hand. Or stick the jab triple time. I was pretty impressed with Bontieri being able to recover from that left uppercut because it looked like he was going down, just like he's about to go down now. He protects himself. He almost took a knee. He's never been down, and he's never been stopped in his entire career. Bontieri. После боя находящийся вечно в игноре казахский боец не сдержался и вызвал на бой всех. «Я уже говорил это много раз. Я хочу драться со знаменитыми боксерами. Я надеюсь, мой следующий соперник будет известным. У меня есть два титула, но никто не вызывает меня на бой. Это нехорошо. Лара, Чарло, Андраде, Канелло. Я хочу биться с Чарло и Ларой. У них есть титулы, а не чемпионы. Где вы, чемпионы? Давайте драться или отдавайте мне титулы», сказал наш боец. Средний дивизион их, правда, сейчас находится в неком вакууме. После ухода оттуда двух ведущих имен в лице Головкина и Канелло Альвареса, дивизион буквально нуждается в одном громком имени, который будет управлять данным весом. И на эту роль, по нашему мнению, идеально подходит как раз-таки Женебек. Я могу подраться с кем угодно и когда угодно. Почему средневесы не гоняются за титулами, как я? Какой смысл держать один титул? Я не понимаю. Мне нужны еще два титула. Они меня боятся. Так, теперь, друзья, давайте взглянем на умопомречительную подборку нокаутов казахстанца, благодаря которому его и провозгласили новым королем среднего веса. В октябре 2016 года на родине в Казахстане наш герой Женебек Алимканулы провел свой первый профессиональный бой и сразу же взял высоту, столкнувшись с колумбийским бойцом Милтоном Нюнисом. Нюнис, бывший соперник Triple G в 2010 году и потерпевший поражение всего за 50 секунд, вновь оказался пораженным. В этот раз всего лишь за один раунд он был повержен нашим казахстанским чемпионом. Милтон Нюнис, turned pro в May of 2006, after 75, amateur careers. Аматер career fights. Ран off 11 straight wins to begin his career, mostly in Colombia, but 10 knockout wins. 2010, he won the WBA Federal-Latine Super Welterweight title. In August of 2011, he fought and got stopped by Gennady Golovkin, but he's fought some good fighters, world-class fighters like Golovkin, Trevor McCombie, Daniel Jacobs, Sergio Moore, Danny Siak, and Matt Korobov, all guys that have won titles. Well, he's got great experience, 50 fights compared to a guy who's turning pro. That's something you don't see every day. He's hurt. It comes up to foot. He's got a bit of trouble. He's pounding the daylights out of him. He knows what to do. He hangs on. Khalif Kanuli's in charge right here in round number one. His self-pawks, bangs him again to that left hand. Hard body's got... And down goes Milton again! Our referee, Munoz, has been down already in his legs. He's in trouble. Khalif Kanuli is able to land one of those... another one of those sweet body shots. Oh, he's got a body shot in there. He's really loading up shots right now. He's a hard shot. He's got an end to that. And down he goes again. That's his second time down here in the first run. Fight. Bobby's pointed out. Khalif Kanuli is his professional debut. He looks like a guy who had plenty of... And down he goes again! And James Warren says, that's it! In 2019-ом году в Техасе Америка стала свидетелем того, что Женебек со спокойной уверенностью разгромил американца Стивена Мартинеса за пять раундов. Этот бой был не только укрепил его репутацию, но и показал мастерство и технику нашего бойца на международном уровне. Женебек gets through again. Yeah, he hurt him. Like he may have hurt him right there. Two fights in two years, it's not really going to cut it in terms of you trying to climb your way up the ranks, especially after a standout amateur career. Which is on the inside of Martini's defense. There's the left hand got through perfectly up upstairs on the button. He fires his punches, and from his stance, too. And part of that is just, Женебек is so accurate and has him so backed up. Goody High is just throwing that jab out there and just waiting for Martini to just get closer. Just getting punches to touch the other guy. Here's Женебек, doubling up on the jab, waiting it with a left hand. Женебек is the... he's scoring punches at will any time he wants to. That right hook is ever-present now for Женебек. Waiting it with a left hand. And it makes it see... he's scoring punches at will any time he wants to. That right hook is ever-present now for Женебек. ...that they weren't as confident going in this fight against the southpaw because they said... Oh, there he goes down. He hurt his arm. And it was delayed. If you see how Martini's do that wild right hand... Janabek wails away, lands a solid left hand! Another one! Janabek in tight, that time a left uppercut. Left hook to the body. He threw a couple of jabs, and then when he threw that right hand, which he did bow wildly, he got caught with a short lift to the body. To Martini's right. So, Martini's gonna land punches like that. In a bikini. Kind of got that little smile on his face. How about that right hand? Yeah. The right hand, it landed, but... Martinez getting busier in this round, but Janabek answers with a straight left. And then looks at it, and watches it. Now Janabek tees off. The uppercut was impressive. He knocked everything out of there. But it might... It seems like he's trying to give him some life, though. Yeah, right. But he put it in his... Short uppercut left hand! That's terrible. That's terrible. Half uppercut. Half uppercut. Left uppercut. He been trying to work to get it all night. Martini was a pro, but I still think he's learning. And there's a left hand again! Now he's busy! Combination by Janabek. The corner is stopping the fight. And the corner is stopping the fight. After Janabek exploded with a combination. Not wanting to quit, but protecting him. And also because Janabek didn't finish it. And he wanted to just get rounds, so they don't think that's fair either. Well... Maybe. Well... Well, you know, they could be looking at so he could get more experience in there. Right. Janabek only got four fights, and this other kid got 18 fights. 20 fights. 22. 22 fights. They're looking at the experience factor. But what I'm saying is their corner might have felt that... He had the ability to take him out. And wasn't. Was trying to continue to box with them. And that bothered them as well perhaps. Not wanting to quit, but protecting him. And also because Janabek didn't finish it. And he wanted to just get rounds. And a left hook follows. Janabek wooing in the face of McClellan. He's feeling... He's in his groove right now. Definitely more emotion than we've seen Janabek fight. Oh! A big uppercut from Janabek. Allem Kanuli puts McClellan down. You see he was trying... He was setting it up all along. Throwing that little fake jab, little fake jab, but then caught him... Caught him with that little short. For Janabek, Allem Kanuli, what has improved over his last few fights? Looks like he's getting a little bit more power. Because it ain't doing McClellan no good to continue to get this beaten. This is where fighters get hurt at. Another left hook. And McClellan is down for a second time in this fight. Punched over, McClellan has nothing to give. And the corner from McClellan is about to stop this fight. Left hook. And Rudy Bataga, before the towel can get thrown in, stops the fight. Just seconds to go here in the fifth. Janabek started looking at him like... He's been looking for that all night. Then he just goes in here, right here and just let his hands go. And that is where Rudy Bataga and the referee stepped in. And it was simultaneous to McClellan's corner throwing in the white towel. Spустя всего два месяца, Janabek вновь доказал свое превосходство. На этот раз перед канадцем Альбертом Onolunose. Наш герой не оставил шансов Onolunose, одержав победу за шесть раундов. И вновь подтвердив свой статус непобедимого чемпиона. Микол бодишот. Дуг that one deep. And a smile from Alim Manuli. And that is a cut on the left eyebrow of Janabek. Doesn't look like it's too serious at the moment. I think Onolunose hurts the body here. He's taking some hard shots. Showed a bunch of... It was that body shot earlier. Hernandez, referee, thinking about stepping in. Taking a long look at Onolunose. Has not thrown a punch quite some time. And now he takes a knee. Never quite recovered from that body shot. No, no. And you see Onolunose looking to his corner. That's never a good sign. I wouldn't be surprised if he stays down there. Yeah, he's looking to his corner. Looking for help. Why let him continue to go at this point? No reason for him to continue. It's not very much longer at all. Hernandez is at the ready to stop this fight. And Onolunose is done. It's hot in the corner. And Janabek Alim Manuli, despite that late cut over the left eye, a dominating performance for his eighth victory in as many attempts. In 2020, one of the most stunning touchdowns in the career of Janabek was in the fight against Argentinian Gonzalo Corriu. The victory moment was already in the first round, when Janabek with a strong удар. The fight was finished in the second round, when it was only 10 seconds left. I don't think Corriu had landed a shot yet, Tim. How does he know he doesn't have one? Oh, there's a big left hand from Alim Hanala that scores the knockdown. Four years a pro. He's coming off a long layoff. Hadn't fought since November 9th of 2019. First round back, scores a knockdown. Let's check in with Bernardo Osuna. He finds a way to land his offense. Wow. Another big shot there with the left hand. He's hurt. But look, it was as Corriu was throwing a shot. He found the opening. Oh, and there's a short right hand and a devastating knockdown. Puts him under the bottom rope. He is laid out, face down. It's over. If you haven't been in the ring in over a year, and Alim Hanala set up his offense, punching in between, like I said, he's great in transition. He's able to find offense in between the eyes of the storm. As you can see, Corriu... 21 мая 2022 года. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Противник Дэнни Дигнум. Бой начался стремительно. Женебек занимает центр ринга и уже оттуда оказывает давление на Дигнума и навязывает свой темп. В середине раунда казахстанец потрясает своего соперника жесткими панчами. Он expert��릴?! Бой, что предъ unrealistic Prince Дигнума. Бой, что Creo что это развесетний бок будет He ovat нед khoсть, agility кремля. Ну и последний бой. Бой hard. Бой же я надеюсь. Иarf spikej-добой и такой паницей. Зат teams사ли над Хочное положение и распределиться от лагерей. Удары Жаневека оказали свое влияние, и в начале второго раунда поплывший Дигнум уже не в состоянии стоять. А во второй половине раунда Женебек поражает соперника сначала левым прямым, а затем заканчивает бой апперкотом. Женебек every which way. ...and Adjuro, Vasily Lomachenko, and heavyweight titlous Alexander Usyk, and now he has this middleweight. Our class from the beginning, from the start, and you see Женебек right here measuring with his left hand. See, when you use your left hand, you're blind. You keep your opponent occupied. And the follow-up combination is right there, and what did he do? 13 мая 2023 года, вторая защита титула чемпиона по версии WBO, противник Стивен Батлер. Первый раунд боя прошел в невысоком темпе, бойцы предпочли сначала изучить, что из себя представляет их оппонент. Обменявшись у 14 октября 2023 года, третья защита титула чемпиона мира по версии WBO и первая защита по версии IBF Винченцо Гульотери. Женебек с самого начала боя стал доминировать на ринге. С каждым раундом разница в навыках была все заметнее. Женебек наносил точные комбинации, из-за которых Гульотери старался выживать на ринге. Во второй половине пятого раунда Женебек поражает Гульотери жесткими комбинациями. Однако тот выстоял натисы стороны казаха. В шестом раунде Женебек снова потрясает Гульотери, однако тот снова выдерживает удары. Рефери, видя, что немец не в состоянии что-либо сделать, решает остановить бой. Сейчас у казахстанца есть целых два пояса. WBO и IBF. Не мудрено, что теперь Женебек нацеленный на другие пояса, имея такое влияние в мире бокса и доказав, что он достойный чемпион. Женебек теперь может встретиться с обладателем пояса WBC Джермелом Чарло, именитыми боксерами как Андрадо и Канелло. Однако никто из них еще не торопится принимать его вызовы, боясь за свои рекорды. А как думаете вы на этот счет? Пишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. А на этом у нас пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok